а мы продолжаем тем временем рассказ о целебных свойствах березы листья березы сбор листья березы собирают молодые только что распустившиеся обычно в мае июне месяца так как у нас ранние весна и допустим краснодарском крае и ростовской области и других южных регионах уже можно буквально такие недели через две этим делом заниматься лучше это делать сухую погоду сразу после отхода росы сушать сырье слоем 3 5 сантиметров на свежем воздухе или в электросушилках при температуре 25 30 градусов если листья не досушить то их легко поразить плесень и они станут непригодными листья почки после сушки хранять не более двух лет в стеклянных банках или бумажных мешочках состав листья березы содержат в своем составе следующие вещества бутиловые эфир фитонциды эфирное масло никотиновая кислота витамин c дубильные вещества флавоноиды наиболее ценный из них гиперазит так сапонины горечи свойства первое мочегонные химические вещества входящие в состав листья березы усиливают выведение жидкости из организма через мочу еще в 19 веке было доказано что они оказывают мочегонное действие при отеках сердечно-сосудистого происхождения при этом не возникает признаков раздражения почек а содержание белка мочи у больных даже уменьшается листья березы источник мягкодействующих мочегонных средств который вызван наличием них флавоноидами флавоноиды это растительные пигменты помимо прочего укрепляют стенки кровеносных сосудей витамин c который содержится в листьях еще более усилит мочегонный эффект общеукрепляющая считается что листья березы способствует восстановлению энергетического потенциала организма а знаете почему молоденькие листья там как раз идет энергия и если снимается это все высокочастотное поле вокруг листа видно свечение так вот это вот как раз свечение если мы все вовремя и правильно сделаем а ну как раз и укрепляет наш организм который также обладает энергетикой и обладает аурой и вот ее там и укрепляем и укрепляем свой собственный организм и восстанавливаем энергетический баланс организма противосклеротическая способствует растворению холестериновых пляшек кровеносных сосудов вот сейчас много говорят про холестерин бляшки так далее как их чистить мол не чистится ничего пожалуйста есть средства помимо голодания антитоксическая выводит из организма шлаки токсины соли очищают кровеносные сосуды патогонная увеличивает потоотделение за счет чего вывод через кожу спот там токсины жаропонижающие способствует снижению жара высокой температуры чем помогает справиться с простудой и гриппом что можно использовать пожалуйста вот антисептическое листья бережда обладает мочегонным и противовоспалительным действием такое сочетание делает их одним из лучших антисептиков для почек и мочевыводящих путей а сейчас мочеполовые инфекции о выше крыши антивирусная антивирусная повторяю антивирусная содержащиеся в листьях бетулина кислота а также ее производные обладают сильным антивирусным действием также замечено выраженное противовоспалительное противоопухолевое действие даже действует на вич инфекцию также обладает свойствами желчегонным отхаркивающим противовоспалительным противоцинготным и так мы с вами смотрите я давно хотел на этом остановиться но так сказать это повода не было а тут а тут он подвернулся смотрите пандемия вирус лечить нечем никаких лекарств эффективных нет создаем вакцину вот вакцина и мы там мол будем что-то там такое делать прививать и вот нам народная медицина и даже не народная медицина народная медицина не знает что такое бетулина кислота а это уже научная медицина биологи раскрыли показали а чем же действуют листья березы что мол там содержится бетулина кислота и ее производные которые обладают сильным антивирусным действием пожалуйста вот она лекарство от вирусов чешево не использую что вы уперлись только в эти вакцины и и прочее будто ничего нет вы так вот бежите я вообще смотрю на современную медицину и знаете вот до этих ученых мужей современных и я поражаюсь огромное количество других знаете порядочных действительно медиков порядочных биологов говорят что есть то 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 другие затоптали заплевали и при этом расписались в собственной неумелости что все вирус появился мы мы беззащитны все говорят кто-то из вас там умрет кто-то там останется готовьтесь пожалуйста мы остались сами один на один что можно использовать да вот пожалуйста используйте используйте тот опыт народной медицины который накоплен все и забыли и а ничего не создали я не понимаю эту цивилизацию вообще не понимаю ее по и которая которая вот так вот поступает не бережет то что было и не создает нужное для здоровья людей более того взвинтили цены даже если и будет что-то эффективно за счет вот этих высоких цен навряд ли кто-то получит так называемое квалифицированное лечение ответьте на этот вопрос сами будете ли вы бороться ли вы будете пассивно ждать так применение в стародавние времена на руси молодые листья березы широко применяли в кулинарных целях из них готовились супы и салаты запеканки их добавляли как приправу к первым вторым блюдам даже квасили и мариновали оказывается березовые листья придают легкую горчинку и пряный аромат кушаньем а все вышеперечисленные действия оказывают пользу здоровью и подавляют вот этот пряный аромат и горчинка это вернейшее антибактериальное действие мочевыделительная система что касается лечебного действия то в народе их чаще всего применяли для лечения инфекции мочевыводящих путей воспалительные процессы в почках и мочевом пузыре цистита нефрита нефроза и другие дисфункции почек простатита камней в почках для снятия отеков связанных с сердечно-сосудистыми домоганиями и болезнями и для выведения лишней жидкости из организма вообще заболевание желудочно-кишечного тракта отвары настой и листья березы нормализуют пищеварение действуют как мягкое вяжущее средство они полезны для кишечника их назначают при дизентерии а вот при язве желудка гастритах воспалениях печени и желчного пузыря назначают более крепкие отвары в комплексе с березовыми почками дерматология это наука о коже березовый лист сильно дезинфицирующие и легкое обезболивающее средство наружно их применяют в виде примочек компрессор аппликации лечат грибковые бактериальные травматические поражения кожи абсцессы и язвы экземы и псориаз ожоги и опрелости чесотку или шаи раны пролежны фурункулы угры прыщей и также и далее и вирусные инфекции органы дыхания отвары березовых листьев принимают внутрь как отхаркивающие и противовоспалительное средство при бронхите сильном кашле ларингите трахеете оттоларингология советует промывать нос при гайморите и насморке получит горло при ангине и хроническом тазелите также сейчас как профилактическое средство чтобы в разного рода зараза не попадала в организм стоматология примочки из настоя березовых листьев снимают зубную боль при стоматитах генгивитах и парадонтозах делают аппликации болезни суставов и мягких тканей в виде ванн компрессор примочек березового листья применяют наружно при подагре артрите ревматизме других болезнях суставов а также внутрь для быстрого снятия воспаления нарушение обменных веществ лист березы стимулирует обменные процессы в организме очищающих кровосредства способствует очищению крови от обменных шлаков и ядов мочегонно отвары березового листа действует как мочегонно что приводит к потере жидкости организма то есть лишнее сбрасывается это свойство можно использовать для нормализации массы тела кто хочет так сказать сбросить лишнюю водичку и постройнеть укрепление иммунной системы иммунной системы это свойство березовых листов рекомендуют применять весной и осенью в виде профилактического курса витаминизированного отвара или спиртовые настойки глистогонная березовый лист считается эффективным средством при аскороидозе и острицах помогает он и в комплексном лечении от лямблей а также для лечения таких заболеваний авитаминоз атеросклероз ревматизм подагра пролежний малокровие невроз рецепты и вот только мы добрались до рецептов я не даю вот эти вот знаете рецепты дайте мне рецепты все а что чок как здесь он применяется здесь он не применяется при показания показания и так далее дозировка сколько применять как действует но ничего не то дайте рецепты все и в этих рецептах блутает как в листу вы знаете что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести пожалуйста обращайтесь ко мне на мою электронную почту цены вас приятно удивят плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас